Жители Лондона, которые еще не пришли в себя после пожара в многоэтажке, в результате которого погибли 79, человек снова подверглись атаке. На этот раз неизвестные напали на мечеть. Почему трагедию пока не квалифицировали как теракт, узнаем у Светланы Чернецкой, нашего сапкора в Лондоне. Полиция, медики, спасатели и психологи не менее ста специалистов отправили на экстренный вызов в лондонский район Финсбери-парк. Дежурному сообщили теракт. Водитель фургона намеренно резко свернул влево и врезался в толпу людей. Он кричал, я хочу убить всех мусульман, слово в слово. Это случилось за полночь, когда мусульмане возвращались с ночной молитвой. Сейчас у них священный месяц Рамадан. Пожилому человеку стало плохо, возле него собралась группа людей, пытались помочь. В этот момент на тротуар и вылетел фургон. Мужчина умер. До сих пор непонятно, из-за проблем со здоровьем или в результате нападения. Еще 10 человек получили травмы. К приезду полиции водителя успели задержать прохожие. От самосуда его спас имам. Нападавший выглядел безразличным. Он совершенно не обращал внимания на происходящее. А когда его забрали в полицейскую машину, улыбался. 48-летнего нападавшего отправили в больницу. После обследования его переведут в тюремную камеру. Пока ему выдвинули обвинение не в теракте, а лишь в покушении на убийство. Некоторые очевидцы уверяют, водитель был не один. Еще двоим подельникам удалось сбежать. Но у полиции других подозреваемых нет. Место трагедии посетили премьер Терезе Мэй и лондонский мэр, мусульманин Садик Хан. Мы отозвали полицейских из отпусков. Направлены дополнительные подразделения для охраны мечетей, чтобы люди видели, что они защищены. Это напоминание о том, что терроризм и ненависть могут принимать различные формы. Однако наша готовность бороться с ними не должна зависеть от того, кто именно несет ответственность за то или иное преступление. Если полиция подтвердит, что это теракт, то нападение в Финсбери-парк станет четвертым за последние 4 месяца. В трех случаях водитель фургона намеренно врезался в толпу людей. К тому же Лондон все еще приходит в себя после масштабного пожара в столичной многоэтажке. Сегодня полиция сообщила, что количество погибших увеличилось до 79 человек. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер.